Пробивай лайк и стартуем! Только что прошел реванш Алджимина Стерлинга и Петра Яна. Вау, это было что-то, Джо Роган остался без голоса. Петр Ян всеми силами пытался вернуть свое и форма у него была нереальная. Но и Алджо не уступал, смотрелся мощно и отдал всего себя подготовке. Невероятный накал, братва, и сумасшедшая развязка. Это надо было видеть. Это обзор Ян Стерлинг 2. Вы на канале ММРевью. Без вашего лайка здесь никак, друзья. И поехали! Но, конечно, я вам не могу не рассказать, что 15 апреля мой земляк и по совместительству чемпион Беллаттера Вадим Немков будет биться с опасным американцем Кори Андерсоном. Очень важный бой, друзья. Финал Гран-при. Кто побеждает? Забирает пояс. Пояс с турнирной сетки Гран-при и 1 миллион долларов. Мои друзья из Парибет считают Вадима Немкова фаворитом с коэффициентом 1,5, когда Кори Андерток за 2,46. Ну а пока, друзья, залетайте со своими прогнозами к моему партнеру Барибет. Это новый проект компании Бет Ринг, моего очень давнего партнера по каналу. Барибет – это новый их бренд, полностью легальный, и у них обновлены сайты на новой технологичной платформе. И у моих партнеров есть не только UFC, Eagle FC, там и бокс, хоккей, футбол, кулачные бои, хардкор, топ-дог. Ну и куда же сегодня без киберспорта? Заценивайте. В соглавном событии UFC 273 Петр Ян вышел на заслуженный реванш против непримиримого соперника Алджемена Стерлинга. Все мы знаем, на каких победных сериях подошли оба к первому поединку и как он завершился. И пока американец дома зализывал раны, настоящий чемпион без дела не сидел и уже успел убрать одного сильного претендента с верхушки дивизиона. Лже чемпиону не оставалось вариантов, как принять этот реванш, готовился он к нему, как в последний раз. И сколько бы попыток команда хитреца не предпринимала сорвать поединок и вывести из себя истинного чемпиона, бой сегодня было суждено состояться. Начинается поединок крайне аккуратно, как мы и предполагали. Петя поджимает, но не спешит разряжаться. Стерлинг держит дистанцию киками и постреливает одиночными. Во втором раунде у Алджи получается провести тейкдаун почти на самом старте. Он забирает спину, долго угрожал переводом и пытался набросить удушку, а в концовке растягивая пытался добить, вкладываясь в каждый патч. Третий раунд был просто валидол. Петя пошел вперед, но в каждой атаке Алджон опять подседает и просто лезет в ноги. Перевод у него снова получается и смотрите какая у него была улыбка на лице. Правда развить успех он снова не успевает. Чемпионские раунды начались с тотального доминирования Пети Яна. Он попадал в стойке, оформил перевод, контролировал и пытался добивать локтями. Ну и примерно так же прошел пятый, отдельно подчеркну как Стерлинг избегал боя и постоянно при сближении сувал голову в пах. Как по мне за такое можно и снимать баллы. Тем не менее вот такой вот выдался поединок, дошел он до решения о сути, где победа ушла Алджимину Стерлингу снова. Пишите друзья, как вам этот реванш, что дальше для Стерлинга, Пети, Яна, с кем им дальше биться, что-то ума не приложу. Очень интересно почитать ваше мнение и залетайте в мой телеграм аккаунт по ссылке в описании, будем искать победителя в конкурсе. Субтитры сделал DimaTorzok